приветствую вас на канале профи давно у нас не было обзоров и сегодня мы это исправим обзором на паяльную станцию sugon t36s1 рассмотрим комплектацию какие есть настройки и проверим на скорость нагрева а также объявлю о начале розыгрыша начинаем комплект поставки пакет в котором находится жало паяльника и сам паяльник размером с ручку держатель паяльника и кабель заземления вот такой маленький и толстый коврик со стружкой и канифолью целлюлозная губка для очистки сетевой шнур инструкция на китайско английском языке и непосредственно сама паяльная станция корпус паяльной станции выполнен из пластика на фронтальной части расположены цифровой дисплей кнопки регулировки температуры кнопки канала в памяти и кнопка настроек с левой стороны у нас ничего нет с правой стороны функциональная стойка с ванночкой для губки местом для очистки жала и инструмент для быстрой замены жала крепление для держателя паяльника с тыльной стороны выключатель ребра вентиляции разъем для подключения паяльника разъем для подключения заземления сетевой разъем и крышка для быстрой замены предохранителя сам паяльник выполнен в виде обычной ручки с удобным хватом и держателем чтобы не скользила в руке очень легкая практически не ощущается ее вес такое ощущение что сейчас будешь не паять ей описать письмо жала выполнена в виде картриджа очень тонкая и короткая в отличие от обычных картриджей меняется также быстро тонкий силиконовый провод держатель тоже не традиционной в виде хромированной арматуры в верхней части имеется зажим провода можно зафиксировать его на необходимую длину снизу он крепится на болт со шлицевым креплением при помощи которого можно выставить нужный угол наклона инструмент для быстрой замены жала работает следующим образом вставляете жало в отверстие и отводите паяльник а жало остается в этом отверстии имеется разное отверстие для разных жал вот жало можно рассмотреть поближе очень тонкая что касается очистки жала внутри это отверстие силиконового клапана находится самая обычная стружка чистится жало очень нехитрыми возвратно поступательными движениями ну а теперь управление включаем слева показывается выставленная температура которую можно изменить при помощи этих кнопок и сопровождается это все звуковым сигналом когда паяльник снимаем с держателя он начинает нагреваться о чем говорит индикация о текущей температуре справа как только мы установим паяльник обратно паяльник отключается и начинает остывать функция отключения звукового сопровождения нажатия кнопок и и можно отключить делается это просто на выключенной станции зажимаем кнопку channel 1 и включаем и видим что индикатор сменился на красный перечеркнутый символ динамика обратно включается звук таким же образом функция блокировки настроек сейчас она отключена о чем говорит нам индикация открытого замка на дисплее блокируется удерживание кнопки set на пару секунд и настройки уже не зайти о чем нам говорит индикация разблокируется по тому же принципу настройках у нас только смена единицы измерения температуры по цельсию или фаренгейту меняется однократным нажатием кнопки set еще одна функция каналы памяти традиционно их здесь три сохранение необходимых настроек температуры производится при удерживании одной из трех кнопок куда необходимо записать параметры температуры до звукового сигнала и индикации на дисплее соответствующего канала памяти функция калибровки паяльника для этого снимаем паяльник с держателя запоминаем отображаемую текущую температуру измеряем ее фактическую нажали паяльника далее выключаем станцию зажимаем кнопку set и включаем появляется индикация call и при помощи кнопок регулировки выставляем фактическую температуру по завершении калибровки и сохранению настроек жмем кнопку set по настройкам и управлением все перейдем к тестам в этот раз мы не будем измерять температуры при помощи термопары так как очень большая погрешность мы будем скорость нагрева измерять при помощи плавления припоя как только припой расплавился соответственно жало паяльника нагрелась старт все припой расплавлен 6 секунд минус полторы секунды на то чтобы снять паяльник с подставки и того четыре с половиной секунды сказать что это быстро значит ничего не сказать то есть если тебе нужно что-то пропаять можно не ждать паяльник нагреется до того как ты прицелишься и прикоснешься к объекту это просто самый рациональный паяльник для экономии вашего рабочего времени помимо этого он умеет удерживать температуру независимо от того какую площадь необходимо пропаять просто берешь и паяешь или залуживаешь к сожалению то сейчас голословно с моей стороны так как станцию нужно будет вернуть магазин а со следами эксплуатации нажали это нарушение товарного вида поэтому я не могу продемонстрировать данную важную функцию ну и подведем итог плюсы компактная простая в использовании удобная маленький паяльник жало картридж удерживание температуры ячейки памяти наличие калибровки большой дисплей и скорость нагрева паяльника минусы пожалуй только цена вот честно она меня полностью устраивает докопаться не до чего ну позволить пока себе я ее не могу но на будущее я знаю что она у меня обязательно появится на рабочем столе ну а ваше мнение о данной паяльной станции я хочу почитать в комментариях какие вы для себя отметили плюсы и минусы ссылку на нее я оставлю в описании ну а теперь о розыгрыше приз лабораторный источник питания web 305 d для того чтобы принять участие нужно поставить лайк быть подписанным на наш канал и открыть свои подписки и оставить комментарий по теме видео итоги через четыре недели на этом я с вами прощаюсь всем мира удачи прямых рук и до новых видео пока удачи и Продолжение следует...